Приветствую уважаемых подписчиков, читателей и зрителей наших каналах. Итак, я продолжаю цикл о приходе белого всадника. Напоминаю, этот разговор у нас начался 12 августа этого 2023 года. С моего ролика «Путин – это белый всадник. Майтреи. Потрясающее пророчество Ивана Ефремова». И теперь у нас уже целых пять публикаций об этом, поскольку тема вызвала самый горячий интерес на наших ресурсах. Над Дзен, кстати, я уже эти публикации собрал в подбор «Белый всадник». Ссылка будет под роликом. Суть. Я уже почти семь лет пытаюсь рассказывать на наших ресурсах о ноосферном мировоззрении, которое я считаю будущим человечеством. Но толку было мало. Тема была совершенно не востребована нашими аудиториями. Но всё изменилось, как по мановению волшебной палочки, как только я заговорил о пророчествах. Дело в том, что ноосферное мировоззрение как раз подводит под пророчество очень серьёзную научную базу. Оно полагает, что пророчества возможны, если они опираются на том, что сегодня в науке называется гипнотической прогрессией. О ней я уже рассказал в предыдущих публикациях. Но я до того как-то не придавал этому значения, поскольку полагал, что в ноосферном мировоззрении и без этого очень и очень много интересного. Но вот на тебе, вдруг выяснилось, что людей интересует прежде всего это. Великий же советский учёный и писатель Иван Нефремов очень много написал о гипнотической прогрессии в своих художественных книгах. Правда, писать ему понятно пришлось между строк. В Советском Союзе понятно, об этом писать было запрещено, поскольку это официально противоречиво советской материалистической доктрине. Более того, Иван Нефремов по всему сам владел методикой гипнотической прогрессии. И это позволило ему однажды, так сказать, описать подробную историю будущего. Он её изложил зашифрованным в своих книгах, а также, вроде бы не зашифрованным, он изложил её в своих письмах профессору Эверетту Олсену. Хотя, если кому интересно моё мнение, то там она тоже зашифрована, поскольку он прекрасно понимал, что его переписку очень внимательно проверяет КГБ. Ну, о моей расшифровке этой его истории будущего мы, надеюсь, поговорим позже. Я веду здесь большую работу и издал об этом уже две художественные книги. Научно-фантастический роман «Тёмное пламя» и научно-фантастическую повесть Орин. Вот их обложки. Вот «Тёмного пламени». А вот повести Орин. Самое главное здесь что? В этой истории будущего Ивана Ефремова, ориентировочно в середине 20-х годов или во второй половине 20-х годов, 21 века, в России появится новый, очень сильный лидер. Иван Ефремов назвал его «Белый всадник Майтреи». И он выведет вначале Россию, а потом и весь мир, на новый путь. Он даст человечеству совершенно новую идеологию, которая позволит наконец создать общество, устроенное разумно и справедливо. Эту идеологию поймёт и поддержит народ. Вначале в России, а потом и во всём мире. Это приведёт к тому, что в 2047 году начнётся совершенно новая эра в истории человечества. Эра мирового воссоединения, ЭМВ. И, как я уже сказал, 12 августа я впервые рассказал об этом на наших ресурсах. И началось что-то невообразимое. Поводом к рассказу стало что. Нашёлся один толкователь, а его толкование я как раз рассказываю 12 августа, который заявил, что «Белый всадник» – это Путин. И понятно, меня это ошарашило, но самое главное – глубоко возмутило. Я очень не люблю холуйство, и это толкование не выдерживало никакой критики. Путин пришёл никак не в середине и не во второй половине 20-х годов. Он, мягко говоря, пришёл гораздо раньше. Более того, ему по всему уже уходить пора. Во-вторых, Путин и близко не тянет на роль нового великого духовного учителя человечества. Он откровенно малообразованный и недалёкий человек. Что я в указанной публикации и объяснил. Дальше, в последующих публикациях, я подробно объяснил, что такое гипнотическая прогрессия и регрессия, а также рассказал о других людях, которые владели этой методикой, кроме Ивана Ефремова. И начал с Вольфа Мессинга. И к моему изумлению практически сразу же нашёл у него подтверждение пророчества Ивана Ефремова о приходе белого всадника. Дальше у меня, понятно, возникла мысль проверить, что говорят об этом другие известные пророки. И начал я с известной болгарской прорицательницы Вангеля. И у неё тоже мгновенно нашлось подтверждение этого пророчества. О чём у нас тоже. Уже есть публикация, она в указанной подборке. Ну и дальше, понятно, я решил проверить, что говорил об этом самый великий пророк всех времён и народов Мишель Настрадамус. И представьте себе, у него тоже нашёл полное подтверждение этого пророчества. Вот, кстати, как выглядел Мишель Настрадамус. Конкретно он сказал, что благодаря России в 2047 году наступит Золотой век. И добавил, то, что будет, никогда ещё не было таким прекрасным. К сожалению, полное изложение этого пророчества мне не удалось найти на видео, но текстов много. Желающий легко найдёт их сам. Но почти полное его изложение мне удалось найти на канале Осознание. Вот оно. Настрадамус. 1503-1566 год. Расшифровки предсказаний Настрадамуса говорят о том, что с 20-х годов начнётся постепенное вхождение России в Золотой век. Что, согласно Настрадамусу, ждёт Россию в ближайшие годы? В начале война. А потом в России наступит второй век Сатурна. Золотой век. Создатель увидит мучения своего народа и между Богом и людьми будет заключён мир. То, что будет, никогда не было таким прекрасным. Впереди начало новой эры. Перед этим будут большие беды, однако после того на земле воцарятся справедливость и добро. Настрадамус также говорит о начале эры Водолея, под знаком которой и существует Россия. Будет мир, единение и изменения. Государства, служители из низких возвысятся и с высоты падут. Все в путь засобираются. Первый плод мучительный. Война прекратится. Гражданские процессы, дебаты, дискуссии. Согласно расшифровкам, это время наступит уже к 2035 году. Но я повторюсь. Уже говорил, что это пророчество Ивана Ефремова подтверждают практически все пророки, пророчества которых действительно сбывались. И я уже также сказал, что дальше расскажу все, что говорили указанные известные пророки подробно в специальных публикациях. Ну а пока мне остается добавить, что очень радует, что у нас наконец есть прогноз, который обнадеживает. Будем надеяться, что лучшие времена не за горами. Если понравилась публикация, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, делитесь публикацией в социальных сетях и на других ресурсах. Смотрите другие мои публикации, поддерживайте канал донатами. Ссылка, по которой каналу можно оказать помощь, будет под роликом.